День кошек День кошек День кошек День кошек Ну, мы не знаем, когда точно могли появиться на полуострове первые кошки. Вполне вероятно, что любое судно могло их с собой привезти. Но на Камчатке всегда существовала страшная беда для всех кошек – это собаки. Почему кошка долгое время была большой редкостью, и даже не только кошка, но и курица, коза, свинья, все, что меньше лошади и коровы, оно разрывалось собаками. Какой ужас. Поэтому вот такой вот был действительно ужас. Но мы точно знаем, что первая русская кругосветная экспедиция, направляясь на Камчатку, имела на борту несколько кошек. Ну, от крыс, наверное. Конечно. Но, к сожалению, животные точно не доехали до Камчатки, потому что описывается, то их смыло за борт, то еще что-либо произошло. Поэтому эти кошки на Камчатку не прибыли. Но, есть одно но. Мы точно знаем, когда первое упоминание о кошках появилось. Можно, Наталья Лентиновна, я тут поумничаю. Я вот тоже прочитала, что первое упоминание о кошках относится к 1828 году, и у нас на Камчатке был орнитолог, да, Генрих фон Китлиц. И у него были чучела птиц, и кошка одно чучело съела. Это правда? Да, она разбойница кошка, называет он ее. Она разодрала чучело, вероятно, и, может быть, она его и съела. Но эта кошка жила в селе Авача. Вот это первое упоминание, достоверно выявленное о кошках. Может быть, найдется что-нибудь более ранее. Понятно. Ну, вот с этого времени можно сказать, что кошки у нас на Камчатке и стали постоянными жильцами? Они встречаются. Вот тоже интересный источник. Словарь камчедальской лексики собрал один из начальников Камчатки, Павел Кузьмищев. Там встречаются упоминания о кошках. Ловливая кошка, которая мышей ловит хорошо. Бусая кошка. То есть, если есть название и определение, значит, есть и само животное. То есть, кошки есть. Но они всегда были редкостью. И настолько они были редкостью, что в 1846 году случилось страшное. Провианские склады Петропавловска потерпели страшный убыток от мышей. Что делает начальник Камчатки Ростислав Машин? Начальник Камчатки решает, что надо бы завести кошек. Этих кошек выписывают. Откуда, к сожалению, вот история умалчивает? Как минимум из Охотска. Как максимум откуда-нибудь из Сибири. Мало того, он обращается с ходатайством в Адмиралтейский Совет в Петербурге. И этот Адмиралтейский Совет, представим себе маститых адмиралов, решает на кошек на Камчатке отпускать каждый год 5 рублей 71 с тремя четвертями копейки. Это много? Я думаю, не очень. Не очень. Ну, чтобы мышей ловили. Нет, ну все-таки зарплата. Зарплата. То есть, кошки официальные государственные служащие на жалование. А вот как их доставляли сюда? Если вы говорите, там на судах не могли довезти? Ну, на судах, но по-разному бывало. Скорее всего, естественно, был только один путь. Это был морской путь, и они как-то на судах, они прибыли. Потому что другого пути для кошек не существовало. И тут уже, видимо, за ними просто следили очень осторожно. Да, но история этих кошек, она, к сожалению, тоже вот плавно сошла на нет. И то мы бы этот, можно сказать, курьез, благодаря историку Сгибневу, до нас дошел. Такое интересное. Мы же можем посмотреть, как выглядел кот в 1856 год. Это гравюра по рисунку Леопольда Немировского, который был в Охотске, и вот зарисовал удивительную сцену. Рыбные балаганы и вешала в Охотске. И там огромная собака. Вот мы говорим, собаки и кошки, враги. И рядом с ней животное. Вот можно посмотреть на иллюстрацию. Но никем другим, кроме кота, это животное быть не может. Это не песец, это не лисица. А других похожих животных просто в Охотске не водилось. А лисица это не может быть, потому что там тоже не водилось. Однозначно, лисица вообще хищник. Какая собака потерпит рядом с собой лисицу. У него лицо очень странное, действительно, там лицо, а не морда. Но вот я думаю, это коты. Как-то все-таки они сосуществовали мирно. И художнику попались на глаза. И художнику они попались на глаза. То есть неизвестно, прижились ли те кошки и оставили потомство. Кошка-редкость, это упоминается в конце 19 века, в начале 20 века. Но в 20 веке уже не редкость. Ну вот если кошкам так было тяжело на Камчатке прижиться по причине собак. Так собаки же так и были здесь на Камчатке. Как же удалось все-таки им сосуществовать? Об этом есть источники? Вы знаете, вот, ну, например, вот у начальника Камчатки, начальника полицейского управления, он начальником Камчатки был недолго, Станислава Леха жила в доме кошка. Очень смешно описывает это мальчик Гага Крамаренко, который пришел в гости к Лехам. Как передразнивали эту кошку, окно было закрыто сеткой специальной. Кошка эту сетку пыталась разорвать, ей очень хотелось на волю, но кошку, вероятно, не выпускали. Это еще то время, это еще начало 20 века, когда кошка-редкость. А потом, я думаю, могла произойти история, как на Командорах, например. На Командорах кошки себе в обиду не давали, не только собакам, но и песцам. Знаменитая кошка Шишига. Кошка Шишига прославилась действительно. Страшная история творилась на острове Медном. Песцы, нельзя было держать собак, потому что песцов охраняли. Песцы были настолько наглые, что они ели все. Они ели мыло, они ели свечи, они отгрызали уши у свиней. Управа на них не было. И как-то раз решили, а не завести ли кошечку. Про кошечек инструкция молчала. И вот эта кошка, которая получила кличку Шишига. А Шишига – это нечисть. То есть, вероятно, какие-то у нее были такие вот наклонности. И как-то этот песец подкрался, решил проверить, что там такое сидит. И Шишига сидела спокойно. И тут она как пружина взвелась, по морде ему надавала лапами и снова благонравно уселась. Песец опешил. Вероятно, так было несколько песцов таких, которые опешили. И после этого спокойно ни один песец на расстоянии не подходил. То же самое кошка в Краноцком заповеднике, знаменитая кошка-рыська, которая гоняет лисец. Тоже, как где кошка, где лисицы. Какие первые породы кошек появились у нас на Камчатке? Ну, породы – это уже можно говорить о конце 20 века. Официально считается, что первая, как породистая кошка, упоминаются сиамские кошки. Причем самое, что интересно, их специально привозили с Командорских островов, куда, вероятно, моряки их завезли или что, в Петропавловск. И персидские кошки упоминаются. А потом прошла первая выставка кошек. Это было 10 сентября 2004 или 2004 года. И вот с той поры уже появляются британские кошки, появляются мейнкуны очень хорошие, появляются сфинксы. То есть уже можно говорить о породах кошек. А до этого кошачье царство, оно достаточно вот такое вот ровненькое. Ну, в общем-то, там крыс надо было прежде всего ловить. Конечно. Какая разница, какой она порода? Главное, чтобы ловливая была, как говорили, Камчатал. Как соседствовали, жили или вообще какие сведения известны о кошках и местных народах? Есть ли поверия какие-то у них связанные с кошками? Ну, поверий нет. Дело в том, что проникать они стали тоже. На север практически, ну, можно сказать, при советской власти. Потому что до этого о кошках не слышали. Вот я всегда тоже, когда рассказываю, привожу пример Юрия Редхилла. Он очень интересно описывает, как учитель Чукча пытается детям чукотским перевести у лукоморья дуб зеленый. Ну, и там он упоминается. Кота. И животное, небольшое, похожее на собаку, но очень ловкое. То есть ему приходилось объяснять, кто такой кот. Это животные ученые, говорящие. Но вот, судя по тому, как он объясняет, он-то тоже не очень представляет это животное. Удивительно. То есть кошки проникают. Но вот уже в 50-е годы, если мы посмотрим, самое смешное, вот источник. Страница учебника. Корякский букварь, ивенский букварь, ительменский букварь. На всех там страницах кошки. Кошки упоминаются, кошки участвуют в каких-то историях. С детьми задачки задаются им на языках самых разных. То есть кошка постепенно проникает. А вот сейчас совершенно чудные случаи описывается жизнь ивенских отшельников. То есть далеко-далеко в Истинском районе, в отдалении от мира, живут эти ивены. Бабушка, знаменитая бабушка Паня, например. Кошка несколько лет с ней жила. Другие кошки тоже самое. Рыба свежая. Она в проруби, не переводится. И этнограф Александр Слугин снимал фильмы. То есть мы можем видеть, вот они, эти кошки живут. До ближайшего села 100 километров. А кот, пожалуйста, сидит на коленях и мурлочит. Кушает рыбку. Вот еще, Наталья Лентиновна, знаю интересную историю. Вы можете рассказать про кота-оккупанта. Ну, не состоявшегося оккупанта. Но история скорее грустная. Когда в 1855 году на Камчатку шла англо-французская эскадра, на пароходе Вирага был кот. И сохранились записи офицера Ашкрафта об этом коте. Что это был замечательный кот. Он ловил мышей. Он был большим другом корабельного кока. Ну, для кота это очень полезно. Но была у кота одна слабость. Он очень любил охотиться на летучих рыб. Он сидел на борту. И там был, как называется это, отвес. Вот эта вот часть вот судна. И постоянно он туда прыгал. Ловил этих летучих рыб. И как-то раз не рассчитал свои силы. И поэтому, к сожалению, на Камчатку лапы оккупанта не вступили. То есть его и выловить, наверное, не смогли. Не смогли. Он сожалеет о том. Интересно вообще то, что сохранились такие записки. Офицеры он пишет. Там много о чем он пишет. Но в том числе вот Акатий. А помог в раскопках этого материала. Павел Львович Калмыков, наш краевед, член Крашенинниковского общества. За что ему огромная благодарность. Постоянно наталкиваешься просто на какие-то интересные моменты. Про корабельных котов. Вот те же самые истории о том, как кошки заселяли центральную Камчатку, например. Вот на Камчатке, на центральной быту, это очень интересное слово. Мурка. Мурка – это не кошка. Мурка – это традиционно нехороший человек. Слово это появляется со времен Столыпинской реформы. 1909 год. Камчатка была закрытая. А население достаточно невинное, как говорится. И тут хлынули разные подозрительные личности. Бывшие полицейские, каторжники, ссыльные. И вели эти люди себя очень нагло. Нахально, нагло. Местные жители их просто боялись. И назвали их почему-то мурками. Ну вот почему мурками? Мне объяснял один краевед, Юрий Герасимович Попов, на полном серьезе. Тегельский краевед. Что связали два наименования. Появляются также и хорошие переселенцы. У них есть кошки. Кошку называют муркой. Появляются плохие. Их тоже по какой-то странной аналогии стали называть мурками. Но мурка – это слово постоянно. Вот оно даже в частушки оно вошло. Да вы что? В какую? Чашки чистые, чай душистые, кипяченая вода. Меня мурочки не любят. Просто чистая беда. Ну хорошо, что для нас, наверное, сейчас слово мурка ассоциируется все-таки. С кошками все-таки, да. Да, вы принесли книжки. Да, книжки, конечно, не про кошек, не про камчатских кошек. Это просто несколько интересных книг о том… Ну книг вообще много интересных про кошек. И в нашей библиотеке, и я думаю сейчас, потому что котиков любят все. Просто показать интересно. Вот «Кошкин дом». Могу я показать? Конечно. «Кошкин дом в Эрмитаже». Ну это просто вот каноническая книга, можно сказать, выпущенная «Эрмитажем», которая пропагандирует и своих эрмитажных котов, и кошек, которые там живут. Вот, очень-очень хорошая книга. Прекрасная история про кота на Рождество, Клевленда Эмори. Очень прекрасная книга о том. Самые разные книжки есть. Вот серьезнейший, замечательный человек, монах Иаким, написал книгу не о чем-либо, а о коте Ваське, о том, как Греции во время войны он с этим котом рос. Очень трогательная, красивая и грустная. Ну, большинство историй про котов почему-то вот они не очень-то радостно заканчиваются. Вот, Жорже Амаду написал замечательную книжку «Историю любви полосатого кота и семьи Риты Ласточки». Как думаете, закончилась история? Грустно. Грустно. Грустно закончилась история. Для ласточки, наверное. Да, нет, для кота. Для кота. А вот эта история закончилась замечательно, потому что необыкновенное превращение из кошки в женщину привело к тому, что кошка все-таки решила остаться женщиной. И поселилась в доме молодого человека, который к ней отнесся замечательно. Ну, эта история имеет счастливый конец. Ну, еще одну последнюю книгу покажу. Это наша русская сага «Камышовый кот Иван Иванович», которая, с одной стороны, заканчивается тоже трагично, потому что кот погибает, но, с другой стороны, благодаря этому коту возродилась и семья, и целая русская деревня, и вообще, можно сказать, все возрождение России связано с котами, считает автор. Ну, если чуть-чуть притянуть за уши. Ну, сейчас, я думаю, мы Камчатку без кошек тоже совершенно не можем себе представить. И ваш удивительный рассказ о том, что здесь они живут совсем недавно. Недавно. В него поверить нельзя. Ну, вот, тем не менее, расселились, конечно, вот, говорю, проникают в самые разные места. Так, узнаешь, на Командоров проходят выставки кошек. В Палане то же самое, живут кошки. Не удивлюсь, конечно же, где-нибудь в селе Каменском, самая северная точка Камчатки, тоже сидит в избушке какая-нибудь корякская кошка и смотрит, а что это там сейчас показывают у нас по телевизору. То есть, кошки действительно, они стали наши. Спасибо вам большое, Наталья Валентиновна, за интересный рассказ. Я напомню, что гостью программы сегодня была главной библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Крашененникова Наталья Дивнина. В студии работала Оксана Ветцлер. Всего доброго, до встречи.